Свой профессиональный праздник работники сферы жилищно-коммунального хозяйства в этом году отметили необычным образом. В минувшее воскресенье 16 марта управляющие компанией Подмосковья распахнули свои двери перед жителями Московской области, впервые проведя акцию «День открытых дверей». В ней приняло участие более 40 крупнейших управляющих организаций региона, в том числе и управляющая компанией ЖКХ Ленинского района. Куда идут деньги от размещенной на стене дома рекламы? За чей счет должна благоустраиваться придомовая территория? На вопросы видновчан отвечал главный государственный жилищный инспектор Московской области Александр Коган, который предложил горожанам принять активное участие в акции «День открытых дверей» в управляющих компаниях ЖКХ. А не были у своих управляющих компаний сегодня? Тоже не были, да? А я предлагаю сейчас вместе сходить и задать вопросы директору управляющих компаний. Встреча со старшими по домам депутатами городского совета и представителями местной администрации проходила в неформальной обстановке. Основной темой обсуждения стала долгосрочная областная программа капитального ремонта многоквартирных домов. Именно на ее реализацию и будет взиматься с 1 мая дополнительная плата собственников жилья – 7 рублей 30 копеек за квадратный метр. Бюджет Московской области будет выделять деньги, и бюджет муниципального образования будет требоваться необходимость, чтобы тоже выделяли деньги, плюс еще 7,30, которые собираются. И только вот с этих трех источников, а еще федеральный бюджет будет выделять деньги, и только вот с этих четырех источников мы можем приблизиться к тому, что в ближайшие 15-20 лет, если мы еще будем кредитные ресурсы, потому что мы еще разрабатываем кредитные ресурсы привлекать, мы сможем отремонтировать исключительно все вот эти 48 тысяч там с лишним домов. На каком счете накапливать средства жильцов отдельного дома и как ими управлять, что ремонтировать в первую очередь, могут определять сами жители. Для этого в каждом многоквартирном доме должны быть созданы советы. Полномочия совета домов сегодня колоссальны. Они же могут требовать перерасчетов, они могут требовать отчетность, они могут анализировать финансовую отчетность, они могут требовать составления определенной документации и сметы на проведение капитальных ремонтов, которые могут стояться в будущем. То есть полномочия колоссальны. Плюс они могут выступать от имени всех жителей совета домов. Полномочия колоссальны, но, к сожалению, всего 15% таких советов создано. От всего объема на квартирных домах. Сейчас задача к концу года создать такие советы повсеместно. Стимулом может послужить получение председателем инициативной группы льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Идею, которую предложил Владимир Павлов, председатель совета дома номер 7 по улице Новая, поддержали руководитель городской администрации и директор управляющей компании. В течение дня специалисты сферы жилищно-коммунального хозяйства и государственные жилищные инспекторы отвечали на вопросы видновчан, разъясняли гражданам их права и обязанности в сфере ЖКХ, выслушивали пожелания и предложения. Вот люди приходят, иногда даже агрессивно настроены, а вот с ними поговоришь, объясняешь и уходят довольны. День открытых дверей в управляющих компаниях ЖКХ не станет разовой акцией. Подобные встречи планируется проводить два раза в год. Татьяна Акимова, Константин Брылов, Елена Кошелева, Видное ТВ.